Чемодан без ручки оставил наследство Бурятии его бывший глава Вячеслав Наговицын. Именно этот эпитет приходит на ум, когда мы говорим об особой экономической зоне Байкальская гавань. Содержание и консервация которой обходится нам с вами и для нищего бюджета Бурятии в 60 миллионов рублей ежегодно. Как рассказал новый глава республики Алексей Циденов, вся земля в Байкальской гавани занята, но с 2012 года резидентами ничего не сделано. В свое время с целью спекулятивного обогащения или просто дальнейшей перепродажи Байкальскую гавань зашли ряд сомнительных компаний, некоторые из которых, как оказалось, зарегистрированы на Сейшельских и Виргинских островах. В свое время Вячеслав Наговицын красиво рассказывал, что резиденты выполняют все свои обязательства и планируют ввести туристические объекты в 2016 и 2017 годах. Обещанного три года ждут. Как пишет номер один, на сегодня не введено в эксплуатацию ни одного туристического объекта. Многие резиденты просто прекратили свою деятельность. Засветился и клан Матхановых. Красивая компания с вычурным названием «Байкал Монета Технологи» принадлежит супруге Иринчая Матханова, главы партии «Справедливая Россия» в Бурятии, Дариме Матхановой, которая обещала построить в Байкальской гавани коттедж на 400 мест. Но эта красивая компания также красиво умерла, приказав нам с вами долго жить. Огромный финансовый пузырь, надутый у нас с вами на глазах, под хохот самодовольного сенатора от Бурятии Вячеслава Наговицына и его кривую ухмылку лопнет, разнеся по воздуху миллиарды наших с вами денег. Здравствуйте! В эфире программа «Багдаев». Здесь и сейчас у нас в гостях Игорь Пронькинов, общественник, Игорь Трофимович, добрый день. Сегодня вы в новом статусе, вы у нас выступали в качестве и шамана, и политического деятеля от партии «Справедливой», от партии пенсионеров за социальную справедливость. Но и сейчас вы в совершенно новом статусе. Насколько я понял, вас выбрали лидером группа общественников, экологов, которая устраивала несанкционированный митинг на крыльце Народного Хурала, пытались сорвать сессию Народного Хурала, требовали главу республики. Ну, в общем, вы объединились так громко, шумно на всю Россию. Как вы вообще оцениваете, как общественник, ситуацию на Байкальской гавани? Многие, кстати, аналитики, Игорь Трофимович, говорили, что это надутый пузырь, что добром это дело не кончится. И как, оказывается, глядели в воду? Ну, говорить за всю группу по этому конкретному вопросу я не могу. Я могу сказать свое личное мнение. То, что туризм на Байкале – это вещь очень тонкая, и просто так с кондачка этот вопрос не решить, это было очевидно. И, на мой взгляд, перспектива туризма на Байкале все-таки есть, но ее нужно решать более комплексно. То есть, сведти к всего только к одной зоне на Байкале не получится. Нужен более широкий взгляд на ситуацию. И, наверное, на эту тему надо отдельно по дороге поговорить. То, что сейчас творится в Байкальской зоне, конечно, это было ожидаемо. То, что не будет резидентов, то, что это будет очень тяжело строиться, то, что это будет тяжело вводиться, и какие-то дивиденды, какой-то прибыль, или какое-то там поступление в бюджет от этой зоны, мы очень долго еще не увидим. Знаете, резидентов-то как раз хватает, но сомнительной репутации, как видите, на Виргинских островах, на Сейшельских. Ну, об этом как раз и речь. То есть, догнать их, по большому счету, очень трудно. Вот номер один. Замечательную статью написал, а я прямо читал ее с лупой. Называется «Зачистка зоны» в последнем номере. Вот оно приводит пример ООО «Гора Бычия», которая обещала построить горнолыжный курорт, затмить, значит, Куршевель. Теперь, значит, ее нету. С нее взыскали через арбитражный суд 1,5 миллиарда рублей. Но я думаю, с фирмы, которая зарегистрирована в ООВ, в офшоре где-то за границей, взятки гладкие, наверное. Да, конечно. И вообще к ситуации надо относиться более широко. Но если речь зашла о том несанкционерном митинге, который проводился на Кольцах Урала, то основная мысль, которая проводилась и добивалась этим митингом, это обратить внимание на экологическую ситуацию Республики Бурятия. Давайте с Байкалом сперва закончим. Я хочу просто привести еще один факт. В конце декабря прошел так называемый «День инвестора», на который тоже набежали много высокопоставленных чиновников с Дальневосточного округа, бизнесмены собирались. И одна из секций была посвящена как раз туристическому кластеру, туристическим вопросам. И называлось оно очень звучно. Байкал как необходимый и достаточный фактор для развития премиум туризма. И звездой этого круглого стола была Дарима Матханова. Та самая Матханова, владелица лопнувшей компании «Байкал Монета Технолоджи». И вот мысль-то на этом круглом столе зазвучала какая? О том, что достаточно только Байкала для того, чтобы к нам ехали миллионеры, миллиардеры, тратили свои деньги в дорогущих гостиницах, отелях и прочее. Как вы смотрите на это? Существует точка зрения, что на Байкале нужно развивать именно элитный туризм, а не массовый, который наносит огромную экологическую нагрузку и ущерб окружающей среде. Чтобы миллионеры ехали, развлекались, строили казино, тратили деньги, бегали по шлюхам и прочее. В общем, превратили в большой бордель для толстосумов. Я думаю, что этого не будет. Мы этого просто не позволим, во-первых, такую трактовку. И более того, я считаю, что это в принципе невозможно. Конечно, туризм на Байкале может быть, но не в этом формате, не в таком формате, безусловно. И я здесь не соглашусь с темой мыслью, что Байкал одного достаточно для того, чтобы обеспечить туристический какой-то там трафик интересный. Здесь надо рассматривать всю республику в целом, все ее возможности. И не только связанные непосредственно с Байкалом. Только они все вместе вкупе могут дать какой-то результат. Ну и, естественно, это не... Что касается массового туризма, здесь, конечно, в первую очередь речь идет о том, что необходимо создать систему, которая бы... Ну, та же самая система, утилизация мусора, те же самые очистные сооружения и так далее, делать все цивилизованно. Но нас, как всегда в таких случаях, бывает по-российски, позвали гостей, а в доме не прибрались. Они обеспечили никакой там необходимый уровень сервиса, цивилизации и так далее. Поэтому сегодняшний день мы пожинаем плоды такого бездумного и, скажем так, слишком резкого движения. Другими словами, даже не построили, не умудрили их построить сортир, а предлагают ходить... Об этого речь, да. То есть очень широко шагнулись и штаны порвали, что называется. И на сегодняшний день, что с этим делать, ну, я так понимаю, что власти так не особо понимают, что делать. Вы совершенно правы, когда говорите это про чемодан без ручки. То есть, как бы, бюджетные деньги вложены и немалые, а перспективы очень туманные. Поэтому я еще раз говорю, проблему надо решать комплексно. У нас есть насчет своих мнений, как это все происходит. Ну, прежде всего, я думаю, нужно требовать политической ответственности за ту авантюру, в которую ввергли республику. Там порядка, по-моему, 7 миллиардов инвестиций, 4 миллиарда с федерального, 3, по-моему, миллиарда с республиканского бюджета, миллиарды в бухале, а эффекта найм. А виновники, можно сказать, осиживаются в Совете Федерации. В этом отстойники. Кругом, так и хочется сказать, сортири для политических мастодонтов, как любит говорить Игорь Александрович Бабков. Но возвращаясь к вашему митингу, я, честно сказать, был немного озадачен. Почему вы идете на стулья радикальные шаги? Кто объединяет вас в этой группе? Кто там у вас собрался? По-моему, 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 счету, там какие-то горлопаны собрались, которые пытались сорвать сессию хурала, привлечь внимание журналистов. Много громко кричали на входе в народный хурал, требовали Алексея Циденова и так далее. Но все же можно делать цивилизованно, в конце концов. Запишитесь. В конце концов, запишитесь на прием, если вы так хотели увидеть и услышать главу республики по этому вопросу. Проведите санкционированный митинг. Что вам мешало сделать все это в цивилизованных формах? Зачем нужно было выплескивать столько эмоций, негатива на бедных сотрудников полиции, которые там стояли? И полицаями их обзывали, и фашистами обзывали, и так далее. Я нисколько не оправдываю сложившуюся ситуацию по несанкционированному митингу. Попытка санкционировать этот митинг была. Заявление было написано, но не было разрешения. Это с одной стороны. С другой стороны, ситуация сама по себе диктует вот такие некие радикальные методы, потому что ситуация достаточно сложная. Сейчас как раз на этой сессии принималась стратегия социально-экономического развития республики Бурятия. До 1935 года? Да, до 1935 года, так называемая, которая нас совершенно не устраивает. И, к сожалению, депутаты подошли, на наш взгляд, к решению принятия этой программы. Стратегия, вернее, достаточно формально проголосовали, и все. То есть то, что там вот... Но они приняли за основу, но вносите предложение. Вот об этом-то как раз речь идет, что сейчас мы достигли договоренности о том, что наша группа войдет в состав рабочей группы общественной палаты по как раз по внесению предложений в стратегию СР. Мы создаем при общественной палате группу экологического контроля, которая будет заниматься мониторингом экологической обстановки в республике Бурятия, общественный контроль. Мы договорились и все-таки привлекли внимание к ситуации в Аргузинском районе, где буквально хищническим образом вырубается лес. Возбуждено целый ряд уголовных дел по этому поводу и так далее. То есть результаты, хоть и небольшие, реальные есть. Мы настроены работать дальше в этом же ключе, в конструктивном ключе. Будем вносить изменения. Но здесь есть один маленький такой, скажем, как всегда нюанс. Как дьявол говорит в деталях, как всегда. У нас есть очень серьезное опасение, что та встреча, которая была обвечена с главой республики, и та конструктивная работа, которая сейчас изначально декларируется, может просто не состояться. И у нас есть опасение, что опять все это дело погрязнет в бюрократии, опять все это дело погрязнет в всяком различном роде проволочках и так далее. Если это случится, то мы вынуждены вернуться к тем методам, с которым все начиналось. Митинги в том числе и несанкционированные, и привлечение широкой общественности к этим вопросам. Потому что на сегодняшний день получается так, что во многих случаях до власти можно достучаться или, в всяком случае, обратить на себя внимание только такими радикальными методами, к сожалению. К сожалению, общественность наша широкая оказалась в стороне от процесса государственного, скажем так... Но вы же заигрываете с так называемой системной оппозицией. Ваши доводы озвучивают с трибунах Урала Красовский, по-моему, да, депутат, от КПРФ. Но работаете с системной оппозицией. У нас там и Справедливая Россия, и Зеренчей Матханов, и коммунисты там сидят, и ЛДПР. Что вам мешает? Вместо того, чтобы кричать с крыльца в воздух, в пустоту, стучать, пытаться достучаться до немест, но работайте с людьми, которые есть, с ресурсами, которые имеются. Есть оппозиционные партии, с ними работаете. Что вам мешает? Будем с ними работать. А зачем вы требовали главу Бурятии? Он что, должен был бросить все, все свои дела, и спуститься к вам бегом бежать? Сегодня вы, завтра другие сумасшедшие выскочат. Так и не набегаешься, извините меня, по каждому крику. Вот сейчас вы заняли позицию шантажиста, да? Говорите, вот мы, если, значит, глава Бурятии с нами не встретится, мы будем, значит, организовывать беспорядки. Что такое несанкционированный митинг? Это и есть беспорядок. Вы угрожаете власти беспорядками. Это шантаж чистой воды. Ну, не совсем все так, конечно. Хотя я могу следующее сказать, что на сегодняшний день вопрос о внесении изменений в стратегию СР до 2035 достаточно серьезный. Потому что та стратегия, которая на сегодняшний день принята Хуралом, она совершенно не имеет экологоориентированности. Игорь Александрович, вы как опытный боец сейчас, конечно же, говорите очень красиво, но вслед, вслед вы говорите, машите руками. А на драке, извините меня, ни о какой стратегии они не говорили. Они требовали почему-то Алексея Самбуевича, Циденова, чтобы он спустился. И хотя бы ответил, значит, на вопрос, как он защищает Байкал. Это что значит хотя бы? Поставьте конкретный вопрос, который вас волнует. А не такие эфемерные, ничего не значащие вопросы. На сегодняшний день самый основной вопрос, который требует очень быстрого решения, достаточно быстрого решения, это принятие стратегии СР. Потому что эта стратегия должна принята быть в ближайшее время. Но мы об этом говорили, хорошо. Так вот, на сегодняшний день наше мнение, что внести серьезные изменения в эту стратегию, можно только с подачей Алексея Самбуевича. Ничего подобного. У нас существует парламентская оппозиция, у которых есть право законодательной инициативы. Достаточно оппозиционных депутатов, их порядка 20 с лишним человек. И каждый из них имеет право внести свой законопроект. Не на Алексея Самбуевича Циденове весь мир сошелся. Что вы прямо как к царю к батюшке обращаетесь к этому конкретному? Вы мне назовите хоть одно решение, которое было принято хуралом, которое было внесено оппозицией. Потому что не вносят? А вы назовите хоть один экологический законопроект, который внесли мархаевцы. Матхановцы. Вот об этом-то и речь. Даже речь не идет о экологических. Любые решения, которые вносят оппозиции, ни одно решение они не вносят. А не вносят потому что? А как можно прокатить законопроекты, которые они не вносят? Ну это... Вопрос к кому? Это вопрос к оппозиции. Так называемые. Да, как называемые. Системные оппозиции. Системные оппозиции. Вот это? Да, я согласен, что есть возможности. У них нет никаких возможностей по этой ситуации. Они просто ее не используют. Не используют. Внести закон или какой-то законопроект, это не значит, что у него принят хурал. Это две большие разницы. А вы сперва внесите, попробуйте. А потом уже кричите о том, что хурал вот торпедировал. Этого-то не сделано. Вы говорите о том, чего не произошло. Потом, конкретно по личностям. Я вот очень внимательно посмотрел прямую трансляцию по Фейсбуку, которую вел РДМ Гамбоев. И знаете, горлопаном там выступал Баир Цибиков. Это очень интересный человек, который все время добивается встречи с Алексеем Циденовым. Он все лето будоражился, собирал людей. Вот, давайте соберемся во столько-то в назначенное время, в назначенном месте. И дружной толпой пойдем на прием к Алексею Циденову. Что ему нужно от главы? Он перед ним хочет засветиться, показать, что он такой хороший, умный, инициативный, боевой товарищ, которого не замечает. У меня такое ощущение, что Баир Цибиков этот, правильно я его называю? Да. Да. Просто пытается попасть в поле зрения главы Республики Бурятия. И для этого применяют вот такие, не, как сказать-то, приемчики такие запрещенные. Ну, здесь я с вами не соглашусь. Что касается Баира, я убежден, что это Баир искренне переживает и болеет всей душой за судьбу Байкала. Но переживает он очень, конечно же, интересно. Вот, например, на встрече в Баргузинском районе, в адрес Алексея Леонидовича Балуева, главы района, он сказал, я вас заставлю встать на колени и попросить прощения у Байкала за эти беззакония, за черных лесорубов. Он что, собрался избивать главу Республики? Каким образом он собрался ставить на колени взрослого здорового мужчину? Я, кстати, с ним сталкивался, с этим Баиром Цибиковым. Он тоже пытался таскать меня за шиворот на митинге у коммунистов, когда я пытался выступить, значит, на этом митинге у Мархаеса. Тоже бегал там, хватал меня за шиворот, пытался. Вот такой он у вас человек. Человек с маленькой культурой, малообразованный. И вы за этим человеком пошли. Это что за козел, извините меня? Как это называется? Козел-провокатор, да? Вы знаете, на мисокомбинатах существуют козлы-провокаторы, которые ведут людей на убой. И вы, Игорь Трофимович, будучи... Не людей, не людей. Козлый овец. Вот вы, Игорь Александрович, будучи опытным человеком, повелись на провокацию этого москвича, заезжего парнем, по большому счету. Во-первых, он живет в Москве, это понятное дело, но он все равно бурят, уроженец Бурятии. Это во-первых. Во-вторых, Байкал является не только достоянием Бурятии, это является мировым наследием. И защищать Байкал можно с любой точки мира, не только с Москвы. Это совершенно очевидно. Я пытался разговаривать с Байером Цибиковым, но ничего, кроме того, что это священное море, что это чуть ли неодушевленное существо, ничего, кроме эзотерических бредней, ничего конструктированного я не слышал. И этот бред, он пытается сказать в лицо Алексея Циденова? Что касается эмоциональной стороны, безусловно, конечно, Байер человек эмоциональный, безусловно, да. И иногда, может быть, он действительно в эмоциях переходит. Хорошо, я тоже эмоциональный человек, но какие конструктивные предложения он озвучил? Я не слышал, я его знаю четыре года. Ни одного конструктивного решения он не предлагает. Только шумит, кричит и сводит всех, извините меня, сбивает всех с панталыку. Ну, как раз об этом-то и речь идет. На сегодняшний день нам общими усилиями удалось сформулировать некоторые подходы. Вот это уже хорошо. И как раз речь идет о том, что вот то, что мы намерены работать с общественной палатой, да, зайти там в рабочую группу, вопрос в другом. Вопрос стоит о том, что, во-первых, остается очень мало времени, да, до февраля месяца. А просто-напросто, как бы, можем не успеть, да, внести все эти по процедуре. А что вы отсиживались-то? Десять лет правил Бурятии, как его, Вячеслав Наговицын? Что-то вы на митинги не выходили, не будоражили народ? Или вы почувствовали слабинку нового главы? Что он молодой, неопытный боец, попытались надавить на его слабые стороны? Вопрос не в этом состоит. Отмалчивались при Наговицыне? При Наговицыне не то, чтобы отмалчивались. Вот лично, если говорить речь-то обо мне, то я тоже пытался там разными путями как-то повлиять на ситуацию. Если говорить о нынешней ситуации, вот то, что сейчас возникло, да, то речь идет о том, что именно сейчас с принятием той же самой стратегии, да, вот стратегия, она же определяет путь развития республики на ближайшие 15 лет, 16 лет. То, как мы будем дальше развиваться, как будет развиваться экономика, социальная сфера и так далее. Все это слова. А вот конкретно Галина Арсеньева, как пишет номер один, дала оценку Баиру Цибику. Она назвала его человеком, не имеющим никакого статуса, далеким от всей проблемы, на ее взгляд, общественника с 45-летним стажем. Этот человек выполняет чей-то заказ для создания какой-то смуты, какой-то нездоровой атмосферы в обществе. А я знаю, чей заказ он выполняет. Вам назвать фамилию человека, который... Подождите. Подождите. Давайте я вам назову фамилию. Подождите, я... Ну, хорошо. Я вам могу следующее сказать. Вот та ситуация, которая была в Баргузинском районе, да, и та общественница, которая выступала там против Баира... Вопрос в другом. Сам повод, по которому была организована там встреча, и те результаты, которые наработаны нашей группой, это разве не результат? Шесть уголовных дел возбуждено за один день. Ущерб на сегодняшний день, только по предварительным расчетам, уже превышает 100 миллионов рублей. Это только за один день. А наша группа, вот наши общественники, имеет свидетельство, доказательство, что это происходит в массовом порядке. Это только на шести участках шесть уголовных дел возбуждено. В Баргузине? В Баргузине. А у нас есть доказательство, что это происходит во всем Баргузинском районе. Это происходит во всей Бурятии. Вот. Поэтому экологам нужно работать системно, а не от крика до крика. Вот. Так вот, речь идет о том, что почему получилась такая ситуация? Потому что общественники обращались до этого и в прокуратуру местную, и в милицию, и в правоохранительные органы, и в те же самые пытались найти там в контролирующих органах. Ничего нет. Резутата не было. Только после того, как удалось дойти до Мордовского, после того, как подключили ФСБ и так далее, начался хоть какой-то ход. Знаете... И на сегодняшний день, на сегодняшний день, я могу прямо сказать, что складывается впечатление, что там все повязанное, во-первых. Во-вторых, почему мы хотим обратить внимание на эту проблему Алексея Самбоевича? Потому что складывается такое впечатление, что без решительного и конкретного указания или там распоряжения по этому поводу ничего не сдвинется. Потому что только с привлечением очень-очень высоких уровней удалось что-то начать делать. Как можно на сегодняшний день силами общественности проверить всю деятельность в лесной отрасли... Игорь Александрович, игорь Трофимович. В лесной отрасли в Буряк. Игорь Трофимович, да, действительно, я с вами... Результат есть? Я с вами согласен. У меня десятилетний опыт правозащитной деятельности. И знаете, какую оценку давали чиновники моей деятельности, когда я защищал права простых граждан? Говорили, что Бато Багдаев это пыль придорожная, но голосом берет. Поэтому, видимо, иной раз и нужно, чтобы такие боиры цибиковые иногда выходили на площадь, прикрикнули, закричали, чтобы взбудоражить всех, в том числе и правоохранительных органов. В этом, безусловно, позитивную роль бунтарей нужно отметить. Но другое дело, какие политические силы... Вот правильно говорит Арсеньтьева, да? Арсеньтьева, Галина Арсеньевна, задается вопросом, кто стоит за спиной у Баира Цибикова. Я могу... Я хочу назвать фамилию, а вы не даете мне назвать фамилию человека, который стоит за спиной у Баира Цибикова. Подождите. 30 секунд. Подождите. Изначально от этого группа, которая собралась, сразу было оговорено, что эта группа вне партии. Как вы можете быть вне партии, когда в вашей, извините меня, позицию с трибуны Хурала зачитывал коммунист, красовский? А я могу следующее сказать, что защита озера Байкал, это задача, это задача всех, независимость от партии. Ясное дело. Это лозунг. Это не лозунг. Это лозунг. Мы хотим создать ситуацию такую, чтобы защита Байкала стала делом всех. Независимость от партийной, конфессиональной принадлежности. Независимость от национальной принадлежности. Мы заканчиваем нашу программу. Но другое дело, что вот такие острые вопросы, некоторые политические деятели, фамилию которого вы никак не даете мне назвать. Как вы думаете, какую фамилию я хочу назвать? А мне без разницы. А вот телезрителям нет. Я буду следующее могу сказать. Баир Цибиков ваш, крутится все вокруг Вячеслава Мархаева. Как вы знаете, Вячеслав Мархаев скоро вернется в Бурятию. Левченко отправит в отставку за то, что он, кстати, ваш коммунист, да? Стрелял, видимо, в берлоге, там, убил медведя. Сынков вместе застрелил кабанатом в клетке. Ваши-то не ко мне. В общем, наш, наш коммунист, да, коммунист красный. Совершил экологическое преступление. И, видимо, Мархаев следом за ним, конечно, уйдет в отставку. И ему такие крикуны, как Баир Цибиков, как раз-то и нужны, чтобы будоражить общественность. И он на белом коне вернулся в республики. Вот где политическая подоплека, с моей точки зрения. Появится Мархаев, появится еще больше бузитеров, таких полсумасшедших, которые будут кричать, визжать, будоражить людей. Ну, я могу вам последующее сказать. Я по политическим убеждениям ярко выражен. Социал-демократ? Нет, не социал-демократ. Давайте заканчиваем программу. Я был коммунист. И против вас в том числе. Вот такой враг народа сегодня у нас в эфире был. Так, заканчивайте. Буквально 10 секунд. Поэтому думать, что я буду там ездать, подсчитал там дудочку и там Мархаев в том числе, это совершенно неуместно. Это, во-первых. Но, я еще раз говорю, что Байкал, защита Байкала, это задача всех. Всех и каждого. Все понятно. Давайте на этой красивой ноте закончим нашу программу. Сегодня у нас в гостях был общественный, теперь уже в новом статусе, эколога-защитника Игорь Пронькинов. До новых встреч. Поживем, увидим. Впереди весна. Буйство красок и буйство... Кого? Ума помешанных. Всего доброго. Но к нам это не относится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Кэнер